Дорогие друзья, я хотел немного с вами поговорить о разговоре. Мы вообще с вами плохо друг с другом разговариваем. Проблемы это даже не связаны изначально с тем, что наши социальные навыки сейчас снижены, а просто каждый человек живет в рамках своего информационного поля. И очень мало, на самом деле, здесь пересечений. Даже болельщики... Раньше была одна команда какая-то, две, не знаю, сколько они там играли. Сейчас это, черт знает, одних лик там не сосчитать. Черт, вообще, даже не думаю туда ходить. И люди находятся, все, раньше все все знали. Потому что ты знал, что как бы все смотрели одни и те же фильмы, потому что их было ограниченное количество. Все количество звезд было четко лимитировано вообще. Там, мне кажется, кто-то сидел со справкой и говорил, о, это больше числа Данбара, выгоняем. И нам просто не о чем поговорить как-то про работу или про какие-то самые очевидные такие, как правило, связанные с политикой вещи. Но политика – вещь такая, про которую вообще невозможно говорить рационально, потому что сразу уже проведено много исследований, показано, что у нас включается сразу инстинкт безопасности, и мы начинаем свое убеждение защищать. И как общаться? О чем говорить? Люди говорят три слова и берут телефон. Потому что нет, как бы не о чем. На самом деле, когда есть о чем, мы тренируем навык задавать вопросы, реконструировать собеседника, понимать его доводы, аргументировать свои собственные доводы. Но когда это все в режиме комментариев, как на Ютубе, мат-перемат, вот, ты такой, ты сякой, значит, ну, это уже, понимаете, не похоже на общение. И вот из-за того, что информационное поле так изменилось, и у нас нету поводов, мы не тренируем навык задавания вопросов. А я напомню, что навык задавания вопросов – это, ну, может быть, главный принцип философии как таковой. И это можно, вот, возьмите Сократа с его вот этим вот повивальным искусством, когда он вопросами как бы порождает мысль, да, он называл себя повитухой, у него мама была повитухой фактической, помогала, кушерка, гинеколог, вот, а он сам как бы помогал рождать мысль в собеседнике, и картину реальности, и понимание того, что происходит на самом деле. Ну, Сократ – это просто красиво, но есть классические вопросы Канта, которые он задаёт, там, что такое человек, что я могу знать, во что я могу верить, там, и так далее. Это его, вообще, основы у философии. Ведь Генштейн – это один, ну, один сплошной вопрос, понимаете, то есть его работа о достоверности, моя любимая, вот, это просто бесконечное задавание одного и того же вопроса во всех возможных формах, чтобы нарастить содержание и, ну, дать некое объёмное видение. Вопрос после, кстати, вот, когда XX век вошёл на спад, появилось несколько книг у разных авторов, ну, самые известные, конечно, Делёс и Гватари, они несколько вышло книг и у испанцев, и англичане писали, что такое философия. Ну, у них случилась деконструкция, постмодернизм, там, и так далее, и что такое философия, я не спрашиваю. Ну, и каждый давал, там, свой какой-то ответ. Ну, забавно, что, понимаете, вот, как бы, когда философия уже пришла к своему финалу, а она сейчас, как бы, находится в финале в этом мире, полном, так сказать, я не буду уточнять, чтобы не обижать никого, вот, когда она подошла к финалу, она стала задаваться вопросом, что есть в философии. И правильное вопрошение приводит к озадаченности. Озадаченность даёт нам с вами инструмент организации мозга. То, что озадаченность – это доминанта. Это вопрос озадаченности – это вопрос, как бы, внутреннего внимания к созданной нами картине мира. То есть, если вот представить себе, у нас нету никакого гомункула в голове, вот, но отдельные нервные центры время от времени выполняют роль таких гомункулов. И, значит, если у нас там есть гомункул, и он так смотрит, и вот по черепной коробке разложены вот эти вот карты реальности, которые он изнутри, будучи центром силы, будучи доминантой, озадаченность, про Сократа рассказывают, что он мог идти куда-нибудь, понимаете, и встать просто в дверях где-то, и стоять. Что он делал? Думал. Самое знаменитое – он два дня простоял на берегу, там битва была какая-то, в которой Алкеавида спас. или никого другого, я тебя запутаю, неважно, в общем, кого-то спас там. Двое суток простоял, понимаете, стоял, смотрел по таким взорам, думал, этот фамилия его, Эйнштейн, понимаете, так думал, что он мог прийти домой и встать у двери. Он на автоматизм шел домой, встал у двери. Дальше нам было ключ застать и дверь открыть. А он стоял. Он думал. Это вот озадаченность, там гомункул внутри, ничего не видно вокруг. Он смотрит, и вот он крутит, вертит, и тут, и всё. Вот это внутреннее вопрошение, которое мы должны на себе, как бы, сказать, натренировать для того, чтобы научиться задавать вопросы, которые не комплементарны существующим моделям реальности, а как бьют по ним, как разбиваться, как стекло, битый, бах! И прежняя картина мира, которая была проблематичная, которая не приносила должного результата. То есть вы же можете иметь карты реальности, в которых они плохо нарисованы, и вы не приносите, ну, представляете, китайская медицина при всей мое уважении. Это модель по реальности. Вот так они воспринимают традиционную китайскую медицину. Они так воспринимают болезни. Вот. там чёрт ногу сломит, столько всего, но я не рекомендую лечиться. Я ходил туда, был в Китае, когда ходил всякие там супер-мега китайские эти, потому что они не могли мое заболевание обнаружить. Несли такую пургу. Какие-то прописывали вот это всё гадость. Ну, я, конечно, с уважением сказал, спасибо большое, дайте уйду. Вот. Но это очевидные такие вещи. А часто мы устроим модели реальности своей семьи, своей работы, проекта, друзей, родителей, которые тоже искажённые, они некорректные. Мы по каким-то штукам задаем. И вот эта возможность задать как бы от самого себя и своей озадаченности правильный вопрос позволяет разбить вот это искажённое, но принимаемое нами за правду в обыденной жизни представление о каком-то аспекте реальности. это супер-мега-важная штука, и с него начинается критическое мышление. Часто говорят, что критическое мышление это ну, как бы давайте там факты, там, не факты, но слушайте, проблема состоит в том, что в современном мире нету железобетонных фактов. вот, к сожалению, и даже в науке их нет. И вы можете посмотреть, одни подтверждают, другие тут же опровергают. И у тех аргументы, и у этих аргументов. Где вы скажете правда находится? и это касается даже фундаментальных дисциплин. Вовсе не обязательно это речь идет о гуманитарных. Нет, это фундаментальных дисциплин касается. что-то наука принимает, с чем-то она живет, потом это разваливается заново и так далее. Но наука, к сожалению, она не знает таких вещей предельно. То есть вот у нас есть геном, мы его расшифровали, мы понимаем, что, как, но там чего он делает, непонятно. Там куча хлама пустого в этом геноме. Влияет, и никто не понимает. Это же простая вещь. Господи, нуклеотиды представляют, а все делают в жизни. Ну, как-то тьфу, нечего делать. Поэтому критическое мышление это не просто давайте факты, давайте лук. Это озадаченность и возможность задавать к реальности такие вопросы. Реальностью, напомню, являются и другие люди тоже, которые их заставляют задуматься. Именно поэтому курс, который я посвятил вот этому аспекту мышления, я назвал Сократом. Потому что для Сократа самое главное было заставить человека начать как бы думать, перестраивая свою модель реальности, не потому, что ему сказали, что все не так, думай по-другому, а потому, что когда он сам вдруг увидел как бы вот эту суть проблемы, озадачился, он дальше стал при помощи Сократа его вопросов инвентаризировать все вот это, все, что там у него происходит и пересобирать. Почему я говорю об этом курсе с такой страстью? Потому что вообще это основа моего мышления с точки зрения психотерапии. Потому что я начинал тренировать свое мышление, реконструируя других людей. зачастую реконструируя людей, чей мир я не способен понять, потому что вследствие генетических заболеваний у них развились сложные психические расстройства, из которых ну как бы все по-другому, там галлюцинации, псевдогаллюцинации, они на самом деле посерьезнее галлюцинации будут, галлюцинации так легко лечатся, а псевдогаллюцинации они сами с собой когда там внутренний у них мир. и вы не можете себе представить как там ну он слышит, разговаривает с кем-то у него по этому поводу концепции, вы не можете представить, вот кино снимают когда я сейчас смеюсь про душевнобольных, ну потому что ну как бы ну вообще чушь, вот. Ну бывает очень красивое художественное Пронеша, например, очень красивое Игры разума, вот. И вот я тренировал навык реконструкции реальности мира других людей через задавание вопросов, которые способны столкнуть одно с другим и как бы на секунду разъять вот эту какую-то дымку наших обыденных представлений и указать на то, что нужно иметь в виду, что является принципиально важным, на чем, так сказать, зиждется там внутренний конфликт, то или иное душевное расстройство там и так далее. И вот этот метод он не как бы это очень полезный для психотерапевта и для психолога, но он является универсальным. Кем бы вы ни работали, что бы вы ни делали, вы всегда находитесь во взаимодействии с чужими мирами, и вы должны уметь задавать такие вопросы, чтобы эти миры вам открывались. и тогда вы будете узнавать важное и это будет критическое мышление, потому что вы исходите не из что человек о себе думает, а из того, что он собой представляет на самом деле. И вот это, собственно говоря, все изящество курса, который я назвал Сократ. Критическое мышление. Продолжение следует...